всем привет новая неделя новые тренировки видишь по-прежнему по-прежнему волнуется ничего не хочет говорить на камеру а мы по-прежнему тренируемся втроем ну и маша с нами но сегодня не будет халтуре там на день рождения пошла но диман иванов исправно приезжает на своей прелести мы тут встретили дима у нас не стал ждать побежал быстрее тренироваться дима и осталось полторы недели до соревнований как у тебя в голове в голове все спокойно я готов но последние две недели чистые синяки какие-то что люди ну ты от банок остался так заживать здесь смотрим вкусный очень много хочу кушать по себе время и вес начал расстелывать стою это в одежде в одежде в одежде 90 мертвого веса никогда не так хорошо максимум был 88 500 это хорошо ну наверно я гонять что не очень хочу подумаешь один вечер не поесть да ты еще неделю погоди короче ты не волнуешься и вообще не переживаешь ты ты сдал на ой блин стойте погодите ман камера захотела тест на юзу вчера первый сдал ну еще получать там 6 вот и один экзамен не казалось уделишь там заложили нам несложно сегодня денис тренируется в раритетах если он их порвет будет платить штрафа делать зал и готовится берешь а рюкзак нельзя с тобой взять курить за интересно так это на баллице это на другой баллице телефон на шейках здращенцы неман тут нас угостил своим бинтом сегодня тестим вроде бы на 40 килограммов ничего так летело все записываешь записываю ребятки вот у меня к вам вопрос все кто нас смотрят подскажите пожалуйста вот купили вот такой бинт зацепен пандажник вот на озоне он стоит рублей 150 160 не больше но он хреново клеить поэтому если вы знаете где заказать нормально чтобы палец гнулся напишите будем благодарны вам дима ты думаешь нас смотрит такое количество людей я думаю штангистов лютых я думаю да ребята знаю я на вас надеюсь сегодня денис тренируется первый раз штангетках да не просто в штангетках а сам и грудь крутых легендарных кирилл не хочет много поднимал когда-то очень давно у них давно много не поднимали они у нас были как подменные них и дима тренировался и влад я начинал в этом зале пока штангетки не забрал зенгету мари накрывает уже нам бы его рывок да толкать не умеете тиран я порвал бы или вот это положение структуришь либо вот вот раз вот и легче будет вот 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 на первый момент на второй момент она у тебя играет а когда играет ты должен поймать момент инерции ты понимаешь она уходит вниз и с ней оттуда вверх она вниз и с ней вниз и она вверх вот еще ли Понял? То есть, когда он не играет, в этот момент и выталкивает. Я это заметил, что люди так любят делать. Это очень важно. Давай еще гляну. Слушай, ну я это впервые слышал, честно. Ленчик сейчас покажет, как надо, на 80 килограммах. Да, еще глянем. Тут, конечно, еще вес не такой, но на больших весах у него примерно так же. Ну, для него это, можно сказать, большой вес. Нормально? Я в прошлый раз так же рвал. А самое неприятное, когда ты прям уже настроился, тянулся. Да что? Волочь. Вообще. Попытка number two. Зато сейчас четенько будет. Я примерно понял. Примерно понял, о чем ты говоришь. Ленчик, взять, у тебя стремное было. Да потому что вы сбили меня, блин. Ты берешь ее грудь, встаешь, подкидываешь в этот момент. Отдыхаешь. Конечно. Влешь плечи. Во-первых, ты сам подсидел. Ты когда подкинул ее, ты в этот момент должен расправиться. Поставить спину. Поставить грудь. Плечи, вот как тебе надо. Ты вот подкидываешь. Все. Именно держишь то положение, с которого у комнаты выходят. Все. В этот момент ты тышишь? Нет, я откину. И все, и толкаешь, да? Да, я ловлю сразу. Я так дышу пока стою, но это плохо, наверное, да? У всех по-разному, кто-то долго стоит. Я вот поймал момент, все, и жду момент сразу. Только она вниз уходит, все, я вот так. Она мертва, она мертва будет. Ну что, сейчас посмотрим, как освоил, как Дима освоил наставление от Дениса. Он тут уже жалуется, ноги отъехали. Что делать, когда ноги отъехали, а? По-быстрому. Ты давай не отмазывайся, подходи. А то рвать он умеет, а на грудь брать, толкать он уже устал тут. Два подхода сделал и устал. Я бы ее вырвал лучше на три подхода. Давай рви. Ой, нормально, терпи, Дим, терпи. Ну, пойдет. Вообще это хорошо. Классно. Почувствовал? Почувствовал, да. Так вылетел. Она легче. Она легче. Я думал, ты когда взял, уже забыл, что приседать надо. Чувствовать. Понимаешь это? Не, я хотел отдышаться, чтобы вот этот момент восполнить, что силы сразу толкнул, что непривычно немножко. Воздух не хватает. Слушай, ну прикольно, ты когда встаешь, и она понимаешь, вот в этом моменте, когда диски подлетают, вес не так чувствуется. И выталкивается легче. Сейчас это мы, наверное, будем отрабатывать. Давай еще подход подведем? Дима, да хоть пять. Ну чисто отработать. На этом же весь. Походу, Диман, точно абонемент придется покупать. Блин, за же мне ноги отъехали. Ха-ха-ха-ха. Ты смотри-ка, он подпился. Ты поторопился, наверное, да? Мне кажется, поторопился, да. Ну, нормально. Не-не-не, он говорит, надо встать. У меня только унималось. Ты не почувствовал, что он еще играет. Надо просто это натренировать. Это не с первого раза. Да-да-да, это сразу не придет. Надо прям почувствовать, мне понравилось. Друга у меня получилась. Она вылетела лучше, чем все предыдущие. Что еще? Ты заметил, как ты солкать даже стал? Собрал, бросил. А когда ты до этого толкал? Еле-еле там. Реально так было. Ты понял? Тебе тяжелее, тебе ножки даже собрать. Всем привет. Мы плавно перетекаем на следующую неделю. Маша тут всю разминается уже. Она у нас стала лучше толкать. В прошлый раз ты ее погонял маленько. Как, Маша, толчок? Лучше стал, нет? Да, лучше, но не больше. Что до тебя дошло? Какими словами до тебя достучались? Нет, не то, что мне, наверное, опередись. Надо долбить, долбить. Повторяешь, что у меня на подкорку где-то записалось. Вот. Ну, я же тебе это, я же тебе тоже все это говорил. Я плохо говорил. Да нет. Я каждый раз стараюсь, но, видимо, сейчас мои старания принесли плоды. Почему-то, когда не Кирилл, да, там, что-то советует. Маша старается лучше, чем когда Кирилл советует. В чем дело? Я же тебе уже тысячу раз говорила, ты меня демотивируешь. Почему? Чем? У тебя какое-то такое отношение, что... Не, не, то не так, это не так, мохам, это, мохам. Нет, я тебя хвалю, когда хорошо, я говорю, действительно хорошо, Маша. И это часто бывает. Не знаю, преимущественно ты меня бесишь просто. Сегодня, кстати, не будет Иванова с нами. На этой неделе он готовится в НГТУ, подводится, и скоро мы поедем. Возможно, мы даже втроем поедем, если Денис надумает, да, и он поедет вместе с нами. Денис не с нами, у него же любимое делает лежание на диване. А еще и утром поспать. Он, наоборот, умеет выводить. Он там удивляет. Выводить-то он умеет, а вот встать, поднять задницу с утра с кровати, умеет ли он? Ему что, рулить, что ли? Вы сядете, да уснете. Ржет сидит. Я на сваде все слышала, а Таня сказала, что его любимое дело – это полежать на диване. Сгадаем, что-то забубляет. Маша, ну, может, что-то поменялось, время все-таки прошло уже, и все нормально стало. Уже не… Увидишь, человек выбрался в зал, у него режим, он работает, не пропускает тренировки. Так что я думаю, все нормально будет. Видишь, это я специально, чтобы подбодрить его, чтобы он там… Ой, какой я кисель, какой диван, я сейчас поеду. Маша такая беспалевая, здесь стоит рядом, меня типа не слышит. Я не слышу по движению. Ну да, он весь в технике. А Маша такая, здесь стебет ноги. Стараюсь с «токами» работать. ну пока 35 тяжело 50 я не стараюсь это все так же и дальше прыгать выпрыгивать гвозди на калач более-менее машину что как те сегодня рывок как палка горкой горкой идет как вас есть а вот у дэнчика что-то не идет перка сегодня боится душу за и завести протяжкой рвет сейчас может исправиться побольше поставил сада маза до крови ногу порвал ну да у него более страдания еще накрытым иди ося нормально то сейчас не страшно было четма проверяешь и кроме потом ради из постоянно сдирается бегу ли не на съеме спину рано убирает и сдирает это прям у него больную лобок у него напитый душа у него просто ревет наверно мы продолжаем тренироваться по казахскому плану на этой неделе она такая антизакислительная тренировка то есть повторение немного процент такой средний чуть выше среднего и то это еще восстановительная более менее недели считается вот сегодня у нас такая тренировка целом как бы не тяжелая ну и в то же время и нелегкая маша закончила рывок мы с денисом разминаю сейчас только начинаю по процентам работать потерпи потерпи третий раз у дениса стабильно лучше всех получается почему третий раз лучше на предыдущий рано спиной убираешься ноги все содрал уже фламину просто все ноги подраны о денис ты себя не жалеешь вообще итак первый подход берет с меня пример делает вертолетом молодец я первый раз вертолет был как у меня что это рука как-то на тебя спереди остался второй раз нормально смотришь на меня и учишься до правая сторона отказываешь на тебя вот кто кого учит стала сбоку вечно тебя досмотреть амалия нас обгоняет и уже делает взятие присед и швунг вот так легко у нее залетает 50 килограммов а там приседать разве не надо для надо еще пожестче прям сбивать гвоздь а не гладить его ногами до выталкивает помощь не надо пока ты так вот поглаживаешь машу просто не остановите не маша мощно ногами не с носков маша прыгаешь прямо с носков надо прям все из такой вытолкнулся сначала они с носков вот смотри я сказал слушайся а то только дениса слушаешь маша настраивается у нас на самый серьезный вес только она поднимала очень давно ее максимальный поднимаемый вес в данном упражнении то есть рекорд пм как говорят про свитеры давай маша соберись выше хорошо и мощно спяток пойдет ваша где молотоке молотоке где потерялся тоже блин молоточек а какой-то дожим непонятный ты постараешься в следующем подходе нет сада мама маша шестьдесят поднимает и кирилл шестьдесят ну а грудь конечно получше чем у меня ну да вне конкуренции красиво красиво да отличать некоторых сейчас все прострелы до конца я начну нормально толкать пока не толкаю научу может покажу тебе как надо толкать за два года наверное забыла как кирилл толкает да и все забыли уже я и сам забыл ну толкать прям проще потому что это мое любимое и красивое кирилл сказал мне сказать что он меня обогнал говорю вот глаз не оторвать не оторвать Денис как тебе подход хорошо технично технично только видишь не прыгай не толкаю а минусы пока нету не видим вот заметил ооо видишь кирилл идеален в отличие от вас Маша у тебя гриф отжимает ты видела? да можно Дениса видел опять он таз задрал он зарядит своей мастерской энергией вот сейчас хорошо взял Маша я можешь штангетки купить с деревянным каблуком и мы тогда может быть услышим как ты топаешь не знаю Денис ты зарядил Маше гриф на подъем Маша благополучно сделала подход на 60 Денис ей сделал небольшую подсказку не подсаживаться так глубоко а сделать чуть покороче и она вылетать будет гораздо легче Денис у нас мастер толчка, шунга и всего остального сейчас у нас всех кто переучивает вот Диму прошлый раз учил меня слава богу учить не надо этому но вот мы пытаемся Машу все-таки Маша сдвинуть толчок и вот она настраивается сейчас будет подходить на 55 килограммов ну давай покороче ну а локти то кто держать будет а? 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 Маша вот сейчас будешь нам обоим показывать как ты сделала нормально потому что было ненормально к сожалению на нашей камере нельзя показать повтор и она это увидит только в серии но она вот тут так усиралась что у нее все было красиво сейчас она нам второй раз покажет со стойкой правда на грудь жрать не будет ну что Маша показывает свое идеальное вот туда встань Денчик на грудь жрать не будет Посмотрите, сколько она жмет. Маш, легко? Нет. Почему нет? Ты такая мощная у нас. Тяжело. Немногие парни, я тебе скажу, 35 стоя смогут пожать. Да прямо все жмут больше меня всегда. Ты только говоришь, кто как с новички, кто придет, не пожмет. Но я тебе про стихо говорю. Я не говорю про спортсменов. Даже в зале не все здесь парни пожмут. Здесь не то, что пожмут, то есть через тумбочку не все перепрыгнуть могут. Но я тоже не перепрыгну. Так что гордись, что ты такая мощная. Видишь, я тебя хвалю. Знаешь, как-то этот комплимент мощная для девушки, для женщины. Ты хрупкая и сильная одновременно. Хрупкая, что когда я замахиваюсь на Кирилла, то он вот так вот делает. Маш, зачем ты так говоришь? Показать, какая я мощная. Ну да, ну да. А Маша у нас почему хорошо прыгает? Потому что она начала прыгать. Маш, прыгай всей стопой. Высоко! Молодец. Как там? Тяжело было прыгать, нет? Знаете, для чего бы тяжело? Ты чувствуешь, что тебе это помогает на классических упражнениях? Не чувствую. Потому что ты еще пока только начала делать. Я не умею отталкиваться, не умею. Надо высоты добавить. Очень легко уже запрыгиваешь, надо добавлять. По паре блинчиков можно добавить. С каждой стороны причем. Разрешаю. Не, знаете, попрыгаем. Сегодня у Маши прорыв в толчке. Енистра сказала ей еще пару секретов. И она толкает просто как из пушки. Никаких зажимов. Ну где 65, там и 70. Сейчас посмотрим. Ух! 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 Ну что, вот и 72. Машу просто не остановить. Ух! 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 Неплохо. Да бросай ты ее! Ух!